Решил сделать разбор и сразу захотелось сказать большое спасибо каналу Навальный лайф за то, что включил заставку на 33 секунды, которая заканчивается призывом донатить на ФБК. Очень уважительно к своим зрителям относитесь. Ну да ладно, донаты это важнее. Думаете это все? Нет. Дальше идет заставка и только на 50 секунде я смог узреть господина Милова. За это время мне показали 3 заставки, попросили денег, рассказали о том, что Путин плохой и только на 50 секунде я увидел господина Милова. Молодцы ФБК. Это конечно не мое дело, но мне сдается, что за эти 50 секунд глубина просмотра у вас упала. Правильной дорогой идете? Поддержу. Категорически. Но думаете это меня больше всего прикололо? Нет. Веселее было другое. Дальше Милов. В видео мычал как корова. Думаю я утрирую? Нет. Смотрите нарезку за первые 30 минут. Представьте сколько он намычал за все видео. Мало того, что мне 50 секунд показывают заставку, так еще и ведущий мычит. Еще один респект ФБК. Но и не это самое смешное для меня в данном видео. Какой момент? Видео якобы про атомную энергетику. Но первые 30 минут Милов рассказывает о чем угодно, но только не о атомной энергетике. Знаете, я тут немного сделаю обзор самого господина Милова. В качестве энергетического эксперта Милов приобрел широкую известность в стране и мире. Сегодня он является одним из самых цитируемых экспертов по проблемам энергетической политики России. Ну это он сам о себе так говорит. Интересна биография господина Милова. Родился 18 июня 1972 года в городе Кемерово. В 1994 году окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета по специальности технология машиностроения. А уже начиная с 25 лет начал работать в различных правительственных структурах, занимаясь вопросами стратегии развития энергетического сектора. Какой гениальный молодой человек! Прям зависть берет! И уже в 29 лет был назначен советником министра энергетики России Игоря Юсуфа. Не успело ему исполниться 30 лет, когда 14 мая 2002 года распоряжением председателя правительства Российской Федерации Михаила Касьянова 29-летний Милов был назначен заместителем министра энергетики России Игоря Юсуфа. Кто у нас тут про коррупцию кричит? Связи? Блат? Не, не слышали. Только талант и работоспособность. Ну вот талант, талант и познание в энергетике мы сегодня и разберем у господина Милова. Спустя 5 месяцев после назначения Милов был освобожден от должности замминистра энергетики по его просьбе. И вот начал я его слушать и прям сразу есть что писать. Насчет здоровья. В 2003 году средняя продолжительность жизни 65 лет. В 2016 уже 71 с половиной год. А по данным госкомстата России сейчас это с небольшой погрешностью 73 года. Господин Милов, вы реально не видите связи? Никаких результатов? Может вы лично ходите по платным клиникам? А вот когда я хожу в бесплатный разницу с 2003 годом могу замечать. Образование тоже нет результатов? Тут конечно скользко. Согласен. Сложно посчитать в цифрах, поэтому мне приходит в голову показатель насколько российское образование востребовано за границей. И тут вы не поверите, рост и пятое место в мире. На самом деле мы обогнали РСФСР еще в 2006 году. Кстати, это только государственные вузы. Частные, в которых учатся еще 40-45 тысяч иностранцев, просто в России и на западе не считаются. В отличии от Британии. Мы уже не на пятом месте в мире по числу иностранных студентов, а на третьем. Ту же Австралию, а тем более Францию, если считать частные вузы, мы уже обогнали. Еще пара лет и будет повержена Британия. И вместо Кембриджа и Оксфорда люди в мире с придыханием будут вспоминать о знаменитых университетах. Томска, Новосибирска, Воронежа. Кстати, в рамках атомной энергетики я разберу данный тезис еще раз. Редко смотрю Навальный лайф, но вот данный конкретный наброс уже второй раз замечаю. Помню вопрос. Даже самого Алексея Навального. Анатолий Шари порвал как ту зигрелку с этим тезисом. Они берут валовый внутренний продукт России, номинированный в долларах. И тут действительно, как бы ВВП России в 2018 году равен формально даже меньше. ВВП России в 2008 году. И не тебе кризиса не замечают. Ну вернее забывают. Не тебе падение курса рубля в 2014 году. А зачем? Это же в их картину мира не ложится. Ну вот какая незадача господин Милы и господин Навальный. Экономика не измеряется в долларах по номиналу. Экономисты господин Милов даже специально ввели показатель валовый внутренний продукт по паритету покупательной способности, чтобы немного более объективно оценивать размер экономики. И тут, о чудо, рост есть. Но зачем ведь использовать точный термин? А? Ведь можно легко накинуть. Правда? И господин Милов, вы в России живете или в США? И на кого вы работаете? Почему вы меряете экономику России в долларах США? Вы вражеский агент или нет? Меряете в рублях. Там вообще обалденный рост. Будет экономист, блин, хренов. Тут Милов опять берет цифры из статистики. Их передергивает. Канализация, видите, даже с точностью до процента совпадает. А теперь внимание. Что под водопроводом имеется в виду, когда утверждается, что около 80% жилищного фонда оборудованы водопроводом. Жилищный фонд может быть оборудован водопроводом, если внутри дома имеется распределительная сеть водопроводов, в которую вода поступает централизованно из водопровода или артезианской скважины. То есть те дома, которые пробурили себе сами скважину, в такой статистике не учитываются. И вот тут вот честно, положа руку на сердце, скажу. У меня есть знакомые, которые сами себе пробурили скважину. А вот те, у кого в доме воды нет, я лично не знаю. Я не говорю, что таких нет. Просто я реально таких лично не знаю. Тех, кто ходит на колонку среди моих знакомых нет. Ну как минимум, чтобы я у них был дома. Я просто очень много людей знаю и могу быть реально не в курсе, что у них дома нет воды. Ну так. Водоотведение. Канализация. Если внутри имеется канализационное устройство для стока хозяйственно-фекальных вод в уличную канализационную сеть или поглощающие колодцы. Местный отстойник. Жилищный фонд, не оборудованный водопроводом, не может быть оборудован канализацией. При этом площадь оборудованной канализацией не должна превышать площади оборудованной водопроводом. Вот обращу внимание на формулировку. Жилищный фонд, не оборудованный водопроводом, не может быть оборудован канализацией. То есть тут опять не учитываются те, у кого скважина. И знаете, вот этот миф о том, что в России ходят в туалет на улицу, он настолько забавен и устойчив. Мне про него настолько регулярно пишут, что серьезно интересно. Если у вас есть такие знакомые, кто ходит в туалет на улицу, в мороз, напишите пожалуйста в комментарии населенный пункт и район. Ну вот столько я про это в комментариях читаю, что реально прям интересно. Что интересно, в моих видео про Польшу мне почему-то это поляки пишут про туалеты на улице. Это у них прям какая-то финичка. Вам бы господин Милов начать бы на польском вещать. Очень бы много знаете сразу единомышленников, нашли бы. А еще господин Милов очень скромный. Вот он как оценивает свои бредни. То есть побаловать слушателей своим бредом. Это называется баловать людей. Очень скромный. Побаловый. Знаете, я пока сценарий готовил ржал. Побаловый. Очень скромный. Говорю скромный. Его передача уже стала самой любимой. Представляете, я вот зашел случайно и уже самая любимая передача. Еще он примерно минуту льет в воду про закредитованность населения. Например вот. Мол, закредитованность у населения высокая и все такое. А вот когда говоришь о высокой или низкой закредитованности населения, надо высоту с чем-то сравнивать. А если сравнить с другими странами? Наверное Россия в самом верху среди самых закредитованных стран. Ну наверное не в лидерах, а где-то рядом. Рядом к вершине. Может быть в середине. Блин, ну в самом низу таблицы. Вот где западные страны-то Россию делали. В клочья просто порвал запад Россию по такому экономическому показателю, как закредитованность экономики. Он кстати про закредитованность трындит весь ролик. Ну господин Милов, вы скажите, вы с чем сравниваете? Что-то у вас регулярно дебет с кредитом не сходится. Правильно говорится о том, что налоги на зарплату и взносы растут быстрее чем. То есть из нас еще через налоги не только НДС выжимают дополнительные деньги. Представляете, он умудрился даже рост поступления НДФЛ назвать плохим фактом. Увеличение поступления НДФЛ это плохой факт. А почему? А потому что растет быстрее, чем средний рост заработных плат. Феноменально. Господин Милов не уточняет при этом, что данный факт может говорить только о выходе серых зарплат из тени и о том, что зарплаты становятся более белые. Белые зарплаты это ужасно. По господину Милову. Правда, представляете, увеличение налоговых поступлений это опять плохо. Конечно, бизнес выходит из тени, начинает платить налоги. И это плохо. То, что олигархи стали больше платить налогов, это плохо. То, что у вороватых предпринимателей пропала возможность не платить налоги, в том числе бабушкам на пенсию, это тоже плохо. Я вам даже секрет, господин Милов открою. Увеличение налоговых поступлений происходит из-за того, что налоговые аккумулируют финансовые данные. На основе бигдата очень хорошо видно, кто утаивает налоги. Обращаются к вороватым предпринимателям и говорят, не ворую бабушек, а то ведь придем с проверкой и найдем, ой, найдем ведь. Да ты и сам знаешь. И вот такие вот вороватые предприниматели знают ведь, что найдут. И чтоб не приходили, начиная платить налоги. И это по-милому очень плохо. Прям ужасно. И знаете, какая забавная ситуация. Я практически ни с одним утверждением господина Милова не согласен. Вот он умудряется обгадить все, про что говорит. У меня даже с таким блогером, как Бытя, такого не было. Бытя и то меньше лажается и врет. Если убытие-то можно отнести на безграмотность, то господин Милов, он ведь бывший замминистра. Представляете, аж замминистра. Его-то безграмотным никак не назовешь. Или реально такого эксперта назначили замминистра. Ужас, коррупция и кумовство тогда. И вот какая у меня идея возникла. Ни один грамотный человек не переварит такой поток лжи. И автоматически засомневается во всей этой группировке Навального. Начнет проверять факт и поймет, что ему врут. А у наших людей обостренное чувство справедливости. И когда им так беззастенчиво врут, они это видят. И я понял. Милов это агент Кремля. Он дискредитирует Навального. Гениально. Но в любом случае я сегодня не успел дойти до атомной энергетики. Хотя такими темпами я возможно еще одно видео сниму, пока дойду до атомной энергетики. Поэтому говорю, до свидания. Милов.